Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дьяченко Иван Александрович. Иван Александрович, здравствуйте. Добрый вечер, Лихам. Добрый вечер, зрители. Ну, я правильно назвал, да, вот, для тех, кто может быть, для наших телезрителей, кто может быть не понял, ФПС, ГПС, вот, расшифруйте. Федеральная противопожарная служба, государственная противопожарная служба, Главное управление МЧС России по Калужской области. Вот, это вот такое, как говорится, полностью. Иван Александрович, ну, давайте начнем с цифр, которые коснутся, конечно, вашей основной работы. Сколько пожаров потушил ваш пожарно-спасательный отряд, вот, уже в этом году, на сегодня? Да, ну, я хочу сразу внести ясность. Наш отряд, занимая, скажем так, треть Калужской области, это город Умницк, Малорославский район, Боровский, Жуковский, Дзержинский район, Медынский, Юхновский, Износкость. То есть, мы с 1 января 2020 года у нас произошли воркштатные мероприятия, путем этого осталось 3 пожарно-спасательных отряда на территории Калужской области, и вот, разделили нам по треть земли Калужской. Ну, многие зададутся вопросом, износки, да, Медынский, это же далеко. То есть, получается, это касается не только пожаров, да? Это в каждом районе есть пожарные части, пожарно-спасательные части. А ваша функция в тех районах, в дальних? Здесь, на базе города Умницка, базируется отряд, то есть, вот, руководство этого отряда, в каждой пожарной части имеются руководители подразделений, которые также выполняют свои функции потушения. Но если к цифрам, то у нас за 2020 год уже ликвидировано 385 пожаров. Это на территории моего отряда, который, вот, я перечислил, 11 пожарно-спасательных частей. Ну, это прилично, да, если мы берем, вот, на территории города Умницка 18 пожаров за истекший период, если в прошлом году у нас было 14 пожаров, то в этом уже 18. Чуть побольше, да? Да, чуть побольше рост. Погибло 2 человека, пострадало 2 человека, в прошлом году была гибель одного человека, и пострадавших тоже двое. Ну, вот, у вас большой опыт потушения пожаров разных уровней. Чаще всего, даже в этих случаях, о котором вы говорите, чаще всего из-за чего случается возгорание? Знаете, ну, основная причина, конечно, это мы сами граждане. Человеческий фактор? Да, да, неосторожность. Очень часто это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в нетрезвом виде. Очень много таких факторов. Это нарушение эксплуатации электроприборов. Вот как раз сейчас период такой, период, скажем так, опасений, когда еще отопление не дали, жители пытаются обогреваться электрооборудованием, приборами, но вот имеет место, к сожалению. Когда сертифицированное электрооборудование, то проблем не возникнет. Давайте вот мы тему-то немножко все-таки расширим. Сейчас, да, на самом деле это актуально. Не дали еще отопление, люди мерзнут, и в каждом доме практически включают вот эти вот электрообогреватели. Вы говорите, что должны быть сертифицированы. Как людям понять, что этот прибор сертифицирован? В любом магазине, если мы покупаем электроприбор, скажем так, обогреватель, либо еще что-то, независимо от того, там, масляный, либо накаливание, то он сертифицирован. А бывает же умельцы у нас. Мы же не только говорим о отоплении как домов. Тех же дачи, еще жители остались. Кто-то печки отапливает, кто-то, вот я говорю, электрооборудование, электроприборы использует. Самодельные. То есть, вроде бы он имеет образование хорошее, научное образование, там, в свое время сделал, да, по старинке сделал там обогреватель. И он работал, никогда проблем не было. Но любой прибор имеет свойство, скажем так, выходить из строя. И, к сожалению, вот практика показывает, что шутить с электроприборами нет смысла, да. Тем более, вот я говорю, когда масляные обогреватели, ну, там, редкий случай, в основном идет воспламенение-то в розетке. То есть, когда удлинитель, давай, сейчас мы его там накидаем туда побольше предметов, скажем так, отопительных, и вроде бы как это. Вот в этом месте, а которые открыты, это накаливание, то тут и детская шалость может, или какая-то там пыль собраться, или вещи какие-то попасть. То есть, любая случайность, это считай, как огонь, в принципе, воспламеняется моментально. Ну, вот что касается масляных обогревателей, ваша рекомендация, если, допустим, на одну точку питания, электричества, то есть, вот этот один масляный, ни в коем случае не тройник, ничего. Никаких не тройников. Нет, ну, я говорю, допускается, есть там тройники, у них есть сопротивление, имеет место, скажем так, но никогда нельзя перегружать. То есть, если проводка рассчитана на одну розетку и там один участок, то есть, опять же, мы же понимаем, что можно туда и два, и три, и тому подобное. То есть, у нас в этот удлинитель и микроволновка, и чайник, и обогреватель, и все, что угодно. Это чревато уже, да. Пока оно работает, оно не видно, оно же в стенке, при напряжении, в большом напряжении происходит нагревание. И вот этот элемент нагревания и выходит из строя, то есть, впоследствии провода нагреваются и отпаиваются. Вот и происходит короткое замыкание. Ну, и, наверное, ни в коем случае нельзя оставлять включенное. Обязательно, да. Эти моменты, вот это даже как отчинашка говорится, ты уходишь, выключаешь, все электроприборы должны быть под присмотром. Без разницы, на пять минут, на одну секунду, за хлебом в нижний магазин спустился или еще что-то, обязательно выключайте. В этом году были ли лесные пожары? В этом году лесных пожаров как таковых-то нет. Ну, либо вот лесные, либо вот, может быть, полтравы. Полтравы очень много, да. Да, но на нашей территории отряда лесных пожаров не было, обошлось. Слава Богу. Да, слава Богу. Вообще, если мы говорим про лесные пожары, это страшно. Что это страшнее? Лесные пожары или все-таки дома? Ну, ситуация двоякая. Если, конечно, мы говорим про лесной пожар, он непредсказуем, он может в зависимости от силы ветра или направления потянуть его в любое место. То есть ты смотришь, что он вроде бы идет в одном направлении, может развернуться. Он же, это лесные пожары, это верховой, низовой пожар и торфяные пожары. То есть это, в принципе, такие, знаете, если ты видишь горение дома, либо чего-то, оно в комплексе, то есть в одном месте. Понимая, что куда может перекинуться, либо какие силы. А когда вот горение лесных пожаров, тут немножко другая уже. Группировка задействует. Поэтому, если новости, ну, в принципе, все смотрят новости, когда у нас горят лесные пожары. И видят, что там вплоть до применения авиации. Потому что затруднение подъезда техники, затруднение туда доставки личного состава для тушения. И вот это все усложняет. Если мы говорим про тушение техногенных пожаров, то здесь больше гибели. Поэтому вот, как бы, нельзя сравнивать, что сложнее. Вроде бы здесь, да, природа погибает, там, звери погибают. А в таких пожарах больше людей погибает. Поэтому, понимаете, тут ценность, она, как бы, имеет место всякого рода. Иван Александрович, а вот скажите, какой был самый крупный пожар, в тушении которого принял участие ваш отряд? Ну, скажем, не в этом году, а за последние несколько лет. Ну, самый крупный, я в том числе принимал тушение, участие в тушении этого пожара, это было в Боровском районе, в Ермолино. Это у нас горел производственный цех на площади более 4 тысяч квадратных метров. И была угроза у нас распространения пожара по всей площади. Это, по-моему, где фабрика Ермолинская, да, на этой территории? Да, да, двухэтажное строение, там огромные потолки высотные, то есть там и угроза взрыва баллонов была. То есть там такой он серьезный, затяжной пожар был. Ну, слава богу, там и без жертв, и без гибели обошлось. И на самом деле группировка была большая, создана там более 10 дней с техники основной. Специальная техника привлекалась там около 100 человек. Личество состава от МЧС, от администрации было, то есть добровольцы привлекались туда. Как бы такой, ну, для нашего отряда был тяжелый пожар, и крупный пожар, я считаю. Буквально на днях ваш отряд принял участие в тушении пожара на базе. На новой базе, да. На базе, да. Расскажите, что за история? Ну, как говорится, стандартная ситуация, да, там работал, то есть там, грубо говоря, объект, который разделен там на секции. Ну, арендуемая секция. Да, арендуемая секция. То есть в одной секции производилось, там, какие-то деревообрабатывающие работы проводились. И по предварительной информации, как говорит участник один из них, говорит, закоротил счетчик, и впоследствии, так как там дерево, это все быстро распространилось, не успели они потушить, хотя они, говорят, огнетушители применяли и все остальное. Ну, в данной ситуации я хочу сказать, знаете, тут спорно. Вот мы всегда говорим по поводу тушения, по поводу, как правильно там тушить, не тушить, вызывать. Ситуация, еще раз говорю, очень спорная и двоякая. Вообще в реалиях мы, вот, как совет говорим, если вы понимаете, что своими силами не укладываетесь и понимаете, что пожар может распространиться и в больших масштабах, угроза и соседям, и на соседние объекты, то лучше прекратить вот эти все свои действия, не затягивать время, вызвать пожарную охрану, сообщить там ближайшие, там, тем же вот соседям, либо еще что-то, там, жители, если мы говорим за дом, квартиры. Мы все видели большой пожар жилого дома, где весь седьмой этаж выгорел, и, слава богу, без гибели. Дом там тоже 4000 квадратных метров выгорел. И благодаря вот действиям, первоначальным действиям, отсюда и происходит правильное тушение, правильное реагирование, сколько нужно сил и средств туда привлечь. И вот информация первоочередная, от этого все зависит. И здесь вот, по повышенному номеру туда привлекли подразделения отряда и спецуправление 84-го, которое у нас в городе Обнинске базируется, они молодцы тоже отреагировали, выслали. И спецтехника была, то есть, я говорю, тут, да, 10 единиц техники работало. Я-то знаю, что удалось минимизировать ущерб. Мы ограничили только в рамках одной секции, остановили пожар. Хотя в соседнем боксе там находилось помещение с хранением картона и поддонов. Дальше ущерб за счет того, что черный дым причинен, помещение с продукцией, которая сейчас, ну, вроде бы, знаете, огнем не уничтожена, а вот этим дымом продукция вся закопчена, ну, в дальнейшем ее использование, то есть, запрещено ее использование. Поэтому масштабы разные, я говорю, тут первоочередное всегда, это, конечно, человеческая жизнь. Потому что все остальное, оно наработается. Напомню нашим телезрителям, что гость нашей программы сегодня начальник третьего пожарно-спасательного отряда ФПС-ГПС, полковник внутренней службы Дьяченко Иван Александрович. Иван Александрович, следующий вопрос. Вот, что касается пожаров, тех выездов, которые в городе, вот, сейчас очень много неорганизованных парковок. Как часто вам это мешало, мешает на выездах? Мне кажется, очень актуальный такой вопрос, потому что зачастую выезды загорожены автотранспортом. Совершенно верно, да. Но тут мы говорим и про парковки, которые внутри дворовых, да. А вообще это беда, это вот коллапс, по-другому не скажешь. Если еще в дневное время более-менее получается проехать, да. В ночное все перекрыто. В ночное перекрывает абсолютно все. Вплоть до того, что мы вот, когда реагируем в вечернее время, бывает такое, что там не то, что пожарная машина, там легковая не проедет. И каждый думает, что я там вот сейчас чуть-чуть перепаркуюсь, подъеду или еще что-то. Вообще сейчас идет такая программа и в нашем городе будет вводиться. От города Москвы пошло во всех, напротив каждого подъезда есть место для остановки спецтранспорта. Это мы не только говорим про пожарный автомобиль, скорую помощь и все остальное. Отделена она красно-белой разметкой, это запрещающее, скажем так, место для парковки автомобилей. Это, как говорится, в реале должно быть. Если мы немножко перейдем там западные страны, там с этим вообще все серьезно. Штрафы? Штрафы, причем очень большие штрафы. У нас пока, знаете, вот не коснулось тебя самого, да и бог с ним, я тут аккуратненько, вроде бы он там припарковался, машина должна проехать легковая. Но правильно вы говорите, что спецтранспорт, он, к сожалению, для проездов шире. И не всегда можно подъехать и правильно расставить спецтранспорт. Это мы говорим уже даже не про автоцистерну, у которой есть пожарные рукава, которые там могут проложить, а именно про спасение с верхних этажей от использования автолестницы. Если мы не выставим ее правильно, то автолестницы потом грош ей, цена, как говорится. Ну вот сейчас во многих домах, многие придомовые территории огораживают, ставят шлагбаум, сажают охрану. Как вы относитесь к таким инициативам жителей? Знаете, если, вот как вы говорите, если это шлагбаум с охранником, то в принципе ничего плохого здесь нет. Наоборот, здесь все упорядочено, наверное. Наоборот, вот правильно, все упорядочено. А когда это устанавливает шлагбаум для въезда на территорию и говорят, что там мы, чтобы лишнего транспорта не было, еще что-то. Либо цепочка с замком. Да, либо цепочка, но цепочка она не ограничивает, то есть понятно, мы подъехали, мы можем ее там отрезать, либо счет. Хотя это получается тоже тут спорная ситуация, что вроде бы как частные владения, как они позициируют себя с этой стороны. Ну, время затрачивается, лишнее время для прибытия затрачивается. Вот мы говорили о технике, расскажите поподробнее в Умнинске, какая техника способна потушить квартиры на последних этажах высоток? Да, способна. У нас в пожарных подразделениях используется высотная техника, это автолестницы 50-метровые, и практически мы отрабатываем эти моменты. Ну, ее, скажем так, максимальная длина 50 метров, то есть мы, если разделим... 17 этаж. 17 этаж. Да, 17 этаж, максимальный 17 этаж. То есть понятно, сейчас встречный вопрос скажет, ну у нас же тут есть и 22-этажные, то есть вот эти 4 этажа, там это. Но есть определенный, скажем так, застройщик, он уже предусмотрел эти моменты, дома строятся с незадымляемыми лестничными клетками. Вот это, скажем так, та капсула защищенности, которая может гражданам дать эвакуацию. Это сейчас, то есть все дома, которые построены новые, новостройки, все лестничные марши у них незадымляемые. Серьезно? Да, это сейчас, ну давно в принципе идет это. Вы посмотрите, дома, вот если вы возьмете, у них лестница отдельно идет. То есть если вы хотите попасть к лифтовой зоне, то оно проходит через улицу. То есть сама лестничная клетка, она так и называется, незадымляемая. Многие дома даже используют подпор воздуха, это вот новостройки такие. То есть современные сейчас дома защиту хорошую имеют. Понятно, что каждый хочет достать до, чтобы прям люлька подъехала к нему там до верха. Но вот я говорю, 17-й этаж мы защищаем, то есть лестницы высотные до 17-го этажа нас достают. Понятно. Иван Александрович, ну вот помимо пожаров, какие направления у вас еще есть в вашей службе? Вот вы пожарно-спасательный отряд. Ну я хочу сказать, что пожарно-спасательный отряд это не только тушение, как многие там принимают, что они выезжают только на тушение, там любят сейчас выражение кошечек там спасать из деревьев. Ну и в том числе. И работа психологов на всех мероприятиях, вплоть до того, там, на дорожно-транспортном, на чересчайных ситуациях, на тех же пожарах. Сами спасатели, которые отдельно занимаются, то есть они, например, тушением не занимаются, занимаются там ликвидацией дорожно-транспортных происшествий, либо скрытием дверей. То есть можно подразделить там моменты. То есть у меня вопрос такой, если человек звонит, да, по телефону 112, говорит, что ребенок дома закрылся, кастрюля кипит, срочно вызывать, ну, необходимые спасатели, приезжает ваш отряд? И отряд приезжает, и спасатели приезжают. Скрытие двери. Да, скрытие двери. В принципе, я могу сказать, что... Если срочно надо. Без разницы. Вот я хочу сказать, что здесь даже нет такого срочного. Все, что касается, когда вы понимаете, есть угроза жизни, без разницы, это ребенок, пожилой человек, либо просто человек, который не отзывается, не может открыть дверь, в данной ситуации надо не задумываться, а вызывать в срочном порядке. Вот пока, скажем так, кастрюля кипит, и есть там жидкость в ней, это безопасная зона, скажем так. Как только прекратилась влага самой кастрюли, уже идет накал. И в дальнейшем может привести к расплавке и возгоранию. То есть, вот это время определенное, оно есть. Если нет возможности туда попасть, и вы понимаете, что пожарные подразделения в течение 10 минут приедут и вскроют, даже если это будет там, не знаю, ущерб двери. Но в данной ситуации, я еще раз говорю, человеческая жизнь, она важнее. Вот как бы там ни было, бывают ситуации, там граждане смотрят задымление, вот я говорю, подъезды, курение, окурки попадают у нас в наши трубопроводы, так называемые, мусорные. Идет задымление подъезда, никто не понимает откуда. Не надо, если вы, еще раз говорю, если вы не нашли причину и не можете сами ее ликвидировать в кратчайшие сроки, значит, надо не задумываться, вызывать. Потому что дальнейшее распространение или дальнейшая угроза может элементарно. Вот весь дым, он скапливается на верхних этажах. Мы же не знаем, кто там живет. Окажется, что какой-нибудь пожилой человек, который вот в реалиях оказался заложником вот этой ситуации, и дым воздействовал на его дыхательные пути и гибель приема. Вот сейчас конкретный пример, да, для наших телезрителей. Что делать, если люди почувствовали у себя в квартире стойкий, едкий запах гари, либо дыма, да, то есть по всем этажам, но, конечно, касается верхних этажей, раз они поднимаются. Вот ваши какие инструкции? В первую очередь, никакой паники. То есть, нужно понять, где этот источник. Если вы открываете дверь и вы видите, что в подъезде нет ничего, то это, в первую очередь, ваша квартира. Максимально нужно, в первую очередь, это сообщить в пожарную охрану, вызвать ее, и соседи простучать, либо сообщить, что это у вас что-то. Если вы один, понятно, закрываем плотно двери, чтобы не было доступа кислорода, доступа воздуха, и выходим. То есть, желательно, конечно, с собой взять документы. Понятно, я говорю, если нет возможности, ликвидировать своими силами. Если вы понимаете, что вы вышли в подъезд, и дым оттуда тянет, задымление в подъезде, закрываем плотно дверь, то же самое, вызываем пожарную охрану, ни в коем разе. Вообще, наоборот, закрываем дверь, если есть возможность плотно мокрой тряпкой обложить, если у вас двойные двери или хорошая дверь, и не пропускает, максимально выходим в сторону, где можно дышать. То есть, на балкон, либо еще куда-то, в окно, в зависимости, куда выходит дым, если мы понимаем, подъезд с этой стороны, здесь задымленная сторона, значит, в противоположную сторону. То есть, уйти от паники, потому что в основном паника приводит к неблагополучным результатам. И, конечно, еще раз говорю, обзвонить соседей, если есть возможность, если нет, значит, через пожарную охрану. Телефон 112, 101, то есть, бесплатно, это все бесплатные телефоны, то есть, не надо там денежных средств, либо еще что-то. И ждать помощи, потому что бывает такое, ой, да ладно, я там успею. Ну, успею пробежать, там, задержу дыхание, там, что-то еще, мокрую тряпку. Нет, потому что могу… Сколько во время человек может находиться в этом задымленном, допустим, в подъезде, чтобы он думать, если успею пробежать, там, три этажа, там, четыре этажа. Я могу сказать, с каждым, вот, вы же, получается, нагрузка у вас идет. Одно дело, ты просто дыхание затаил, и находишься там, ну, пусть там в среднем, ну, от 40 секунд, мне кажется, да, там, до минуты, и уж там более, так, вот, ничего. А в основном, это же не только дыхание, это же зрение, которое так же начинает глаза слезиться, ты пытаешься там какие-то действия совершать, либо еще что-то, и себя выводишь в стрессовую ситуацию. И можно, как говорится, закончить это все неблагополучно. Поэтому, вот, нужно понять, откуда это все происходит, либо это с подъезда, либо это с квартиры. Если вы даже не нашли в квартире ничего, то есть, понятно, я говорю, сразу не затягиваем, вызываем, ищем, нет возможности, значит, выходим, закрываем плотно за собой дверь. Понятно. Иван Александрович, ну, вот, у вас боевые расчеты на посту круглые сутки, получается, да? Вот, в какое время и в какой день недели чаще всего случаются выезды, как по пожарам, так и по другим происшествиям? Ну, вообще, в основном, это вечернее время, когда, в основном, все возвращаются домой с работы уже, все уставшие, то есть, какие-то моменты такие. Либо это праздничные выходные дни. Это вот уже проверено, это имеет место, скажем так. Сказать, что прямо конкретно там дни недели тяжело. Тяжело. Да, то есть, я говорю, тут может день недели он попасть в какой-нибудь праздник среди недель. Вот, пожалуйста, добавление. То же самое там бывает ситуация, когда были пожары на практике, что загорание балконов. А оказывается, сосед сверху покурил, бычок бросил, у тебя открытый балкон. То есть, вот эти моменты определенные, они тоже должны, как говорится, иметь место. Белье находится у тебя там, вроде бы думаешь, ну, свежий воздух, закрывайте. Сейчас, в основном, у многих стеклопакеты. То есть, вот этот поворотно-откидной механизм не просто открыли, но какие-то там меры предосторожности нужно применять для себя. А вообще, ну, я хочу сказать, что, в принципе, уже в современных домах, квартирах, там, дачах даже используют обыкновенные средства защиты огнетушителей, первичные средства пожаротушения. Он не такой уж и дорогой, там, порядка 500-700 рублей, но на первое время его реально достаточно. То есть, вот вы рекомендуете даже вот в квартиру обыкновенные, да, в квартиру купить обыкновенные, да, он не такой уж тяжелый, с ним справится любой, даже дети. Вот мы, например, проводим открытые уроки со школьниками, там, с организациями даже такие, и пока вот человек не попробует, он говорит, ой, оказывается, все просто. Ничего там сложного, ребенок просто обыкновенный справляется. То есть, ну, для детей это интерес, то есть, как бы, азарт, еще что-то, да. А многие взрослые не понимают правила пользования огнетушителями. Угу. Ну, если, допустим, приобрести огнетушитель в квартиру, либо в дом, какой бы вы посоветовали? Какой-то универсальный, допустим, да? Вот, смотрите, если вы понимаете, что у вас там площадь большая и там много электроники, которую вы боитесь, что она пострадает, это углекислот. Угу. А более эффективный, но единственное, после него, скажем так, после порошкового огнетушителя, к сожалению, следы остаются и вещи, на которые попадают эти, то оно на выкид. Угу. Иван Александрович, а пользуются ли для работы сотрудники вашей службы современными гаджетами? Если да, то какими? Да, а современные гаджеты в основном это все телефоны, смартфоны. То есть, здесь нет запрета, скажем так. То есть, все мы современные, даже пожилые люди, которые у нас там работают. То есть, те же самые навигаторы, да? То есть, программы навигации в телефоны, смартфоны? Да, но устанавливаются программы, да. То есть, очень удобная программа, которую мы пользуем для поиска грибников, это программа Maps.me. Угу. То есть, она забивает, там не нужна ни поддержка интернета, ничего. То есть, загрузил карту, в которой ты работаешь в той местности, и с помощью нее работаем. Очень удобно. Ну, я говорю, сейчас в гаджете все, что угодно можно загрузить, любую программу, которая удобная. Кстати, вот до начала программы мы обсуждали эту тему. Вы сказали, что рекомендуете всем грибникам установить программу Maps.me.me. Да. Потому что я вот по себе должна, зачастую, я иногда тоже хожу в лес, заходишь даже по компасу, но и обратно, выходя по компасу, ты не выходишь на эту точку. Все правильно. Потому что все равно сдвигаешься куда-то. Но компасом надо еще уметь пользоваться. Уметь пользоваться, да. Да, то есть, мы же понимаем, что компас, он как бы тоже имеет погрешность. Тем более электронный, который в смартфоне. А, но в смартфоне это не компас, это подделка, как говорится. Да, ну, значит, поэтому. Нет, вообще очень удобная программа, ставишь точку, откуда зашел, и, опять же, это удобно, там, грибники, как вы говорите, грибники, машину, чтобы найти. То есть, ты, например, поставил и пошел в лес, а фактически потом она тебя выводит на это место. Очень удобно. Я говорю, ну, аналогов их, наверное, много, но вот в данной ситуации эта программа, она, я говорю, очень удобная. Без поддержки интернета и всего остального. Понятно. Иван Александрович, наверное, на сегодня это уже будет сейчас финальный вопрос. Самое главное в пожарно-спасательном деле понимать, что ты просто должен выполнять свою работу и не ждать благодарности от спасенных. Вам близко это мнение? Все правильно. Да, это, ну, мы, опять же, каждый, кто выбрал эту профессию, он пришел не для того, чтобы там похвалу слушать, либо еще что-то. В первую очередь, я говорю, это на самом деле тяжелая работа, это тяжелый труд, это риск своей жизни для спасения чужих, жизни и работа отважных мужчин. Это призвание. Призвание, да. И когда ты приходишь ради того, чтобы тебя похвалили, ну, наверное, надо идти в детский садик. Там детки хвалят, скорее всего, я так думаю. А здесь все вот такие профессии силовых структур, они не для похвалы. Понятно. Но, тем не менее, мы вас, конечно, похвалим за вашу работу. Я вам пожелаю удачи. Пожелаю вам поменьше работы, наверное, все-таки. Спасибо. Поменьше выездов. И спасибо за сегодняшнее интервью. Оно получилось, на самом деле, очень интересное и живое. Напомню нашим телевизитам, что моим собеседником сегодня был начальник третьего пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы. Дьяченко Иван Александрович. Спасибо еще раз. Спасибо. Это была программа «Власть». Смотрите нас каждый вторник, в четверг, 19.20 на телеканале Рыбака, Обнинск ТВ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова